Анна Гур, наследник Далезаура. Глава первая. Даша. «Тест на беременность положительный», — спокойно произносит гинеколог. Киваю заторможенно. Солнечный свет из окна позади сидящей за столом полной женщины на мгновение ослепляет, вызывает резь в глазах. «Да», — отвечаю робко, — «не знаю, куда себя деть». Но женщина с цепкими карими глазами лишь внимательно проходится по моей фигуре, останавливает взгляд на животике, который, как мне кажется, начал слегка выпирать. «Давай документы», — подгоняет меня. Отдаю необходимое, начинает шуршать листами и опять поднимает на меня недовольный взгляд. Дарья Владиславовна, по анализам тоже все сходится. «Узи как раз по срокам пора делать. Ну, не сиди изваянием, у гинеколога, что ли, ни разу не была?» Подначивает женщина. «А я не знаю, улыбаться мне ее шуточком или плакать?» «Плакать хочется больше». Ком в горле застыл от страха. «Так Васильева быстро прошла за ширму и разделась. Белье тоже снимай!» Подгоняет и я, встрепенувшись, иду в указанном направлении. Бережно стягиваю юбку, немного копошусь. Стыдно простые хлопковые трусики снимать. «Давай, давай, чего я там не видела?» Неожиданный голос в спину заставляет вздрогнуть. Оборачиваюсь на полную низкорослую женщину в белом халате. «Давай, да поживее! Перед мужиком своим тоже так же ломалась? Или залет по воздуху произошел?» «Не нравится ни тонна женщины, ни манера общения. Но делать мне нечего. Денег нет. Обычная консультация городская, единственное, что могу себе позволить. Поэтому зубы сцепляю и ложусь на кушетку». «Ноги в коленях согни, Дарья Владиславовна!» Опять указывает женщина и берет в руки прибор, который вызывает у меня страх. «Давай, давай, сейчас УЗИ нам все покажет да расскажет». Немного не по себе становится от не слишком щепетильных касаний женщины. Расталкивает мне ноги, а я глаза прикрываю, молюсь про себя. Все еще не верю, что могу быть беременной от жаркого восточного мужчины. Смотрю на коротко стриженную женщину-врача, которая устремляет цепкий взгляд на монитор. «Так-так, вот это уже интересно!» Говорит медленно, щелкает по кнопкам компьютера, водит пальцем по какому-то кругляшу, похожему скорее на мышку. «Ну надо же!» Опять задумчивый голос врача, а у меня вдруг сердце биться перестает. Секундой ранее я готова была молиться, чтобы не быть беременной, хотя несколько положительных тестов говорили об обратном. И вот теперь задумчивое лицо гинеколога вызывает трепет и страх. Не за себя. Так странно. Мгновение назад я готова была отрицать, что беременна. А вот сейчас сердце заходится в неровном ритме от задумчивого выражения лица врача. Страх появляется, что что-то не так. «Что там, доктор?» Спрашиваю дрожащим голосом, и врач опять переводит на меня цепкие карие глаза. «Там у нас очень интересно, Васильева. Мужик тебе, смотрю, попался горячий. Снайпер прям». Упоминание о мужчине, который взял мою девственность, опять заставляет мое сердце споткнуться и биться в неровном ритме. Но я запрещаю себе думать о Зауре. Не хочу. Слишком больно, остро, невыносимо. Сразу же перед глазами вереницей кадров жаркая ночь, когда он брал меня без устали, заставлял теряться в ощущениях. Убиваю в себе воспоминания и вглядываюсь в пухлое лицо врача. «Я не понимаю, что вы увидели?» Ухмыляется и подмигивает. Поворачивает монитор ко мне, показывает пальцем на крошечные точки на экране. «Двойню я увидела, Васильева. Залет, что называется, капитальный у тебя. Одевайся». Поднимается и выходит. А я все на стоп-кадр смотрю на мониторе, и у меня слезы на глазах. И было бы правильно, если бы я горевала, думая, что одного ребенка тащить в моей ситуации сложно, двоих и вовсе нереально. Но я отчего-то улыбаюсь дрожащими губами, рассматривая две крохотные темные точки. Двойня. От мужчины с безграничными возможностями. Разовая девушка богатого мужчины. Развлечение. Мысли обжигают обиды, прикрываю веки. «Ты там уснула, что ли? Бегом сюда!» Окрик врача заставляет быстро встать и натянуть юбку. Все еще пребывая в полном шоке, на негнущихся ногах прохожу и сажусь. «Значит так, тут у тебя, Васильева, выбор. Становишься на учет или решать тебе?» «Что?» Слова доходят до меня, а вот смысл ускользает. Врач поднимает глаза к небу, словно сил набирается. «Оставляем беременность!» Киваю непонятно чему. Врач абсолютно безучастен к моему состоянию. Ей плевать. Она выполняет свои обязанности. Полнейший ступор у меня. «Так, ладно», — говорит женщина. И опять меня своим цепким взглядом окидывает. «Не ты первая, как говорится, не ты последняя. Про контрацепцию рассказывать тебе уже поздно. Вот, бери и думай». Протягивает мне бумажку, которую я на автомате беру. Пальцы дрожат, а в мозгу барабанной дробью. Двойня. Ничего у меня нет. Ни перспектив, ни будущего. Только под сердцем двое малышей. Не хочу думать о том, как все произошло и почему. Не сейчас. Иначе можно и в истерику скатиться. Воздуха не хватает. Единственное, чего хочу, это выйти из этих зеленых стен, убежать под солнечные лучи и дышать. Двое малышей. От мужчины, для которого я никто. Опять слезы подкатывают комом. «Как решишь, в регистратуре договоришься. Все, освобождай кабинет. У меня следующая залетная на очереди. В любом случае, это бумажка направления на аборт». Ничего не успеваю ответить на грубость женщины. Дверь хлопает так, что штукатурка чудом не отваливается с потолка. Крикливая врач также парализована. А я смотрю во все глаза на восточного мужчину. На его глаза, так стремительно темнеющие. На чувственные ноздри, которые сейчас трепещут. Огромный. Он заполняет собой все пространство, подобно черному всаднику, несущему только разрушение. Великолепный костюм идеально сидит на мощной фигуре. Сглатываю отсутствующую слюну. Боюсь. И все равно, подобно загнанному зверьку, не могу оторвать взгляда от мужчины, от идеальных черт лица, которые даже в гневе не искажаются. «Беременная, значит?» Рявкает восточный мужчина. Сердце заходится в груди от чувств, когда Заур проходит вперед, берет с ним у Кузи со стола, рассматривает, затем переводит грозный взгляд на врача. «У нее двойня». Сразу же выдает в страхе женщина. «Мы как раз решали аборт делать». Перебивает. А я змираю в ступоре и поднимаю глаза на мужчину. Сердце заходится в груди от чувств. Я не хочу сказать, что он сошел с ума, если считает, что я могла. Пусть они еще совсем крохотные, но я уже люблю их. Вот так просто. Один взгляд на две темные точки, и сердце щемит от чувств, от переполняющей и всепоглощающей любви. Я бы никогда не навредила своим малышам. Вот что я хочу прокричать. Но Заур не дает мне ответить. Нависает, кладет массивную руку на плечо. «Даже не думай». Сдергивает меня со стула, заглядывает в мои ошарашенные глаза. Злой сейчас, лютый. Красивые ноздри трепещут, выдавая настрой моего единственного мужчины. «Наконец, прихожу в себя. Произношу дрожащим голосом. Отпусти меня! Ты не имеешь права!» Брыкаюсь, пытаюсь сопротивляться, но восточный мужчина слишком силен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова